Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом Минобороны стартовала с космодрома Байконур. Запуск прошел в штатном режиме в 3.20 по Москве, и через 5 минут после старта ракету приняли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил России. На расчетную орбиту спутник выведут через несколько часов. Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об отставке. Своё решение уйти он объяснил разногласиями с Дональдом Трампом. Как может измениться позиция Вашингтона по Сирии после кадровых перестановок, разбирался наш собственный корреспондент США Валентин Богданов. Решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии и вашингтонских ястребов заставляет сниматься с насиженных мест. Военные отправляются домой, а глава Пентагона Джеймс Мэттис, согласно сообщению в самом высокопоставленном американском твиттере, отправляется на пенсию. Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля, после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны. К журналистам и Мэттис тоже не пошёл, объяснился в письме. Красной чертой для него, человека по прозвищу Бешеный Пёс, стало ещё одно решение Трампа о выведении половины из 14-тысячного контингента США с территории Афганистана в ближайшие месяцы. Со ссылкой на чиновников из Пентагона, об этом пишут как об утверждённом плане, уйдут американцы из юга Сирии на базе Эт-Танф, что на границе с Иорданией, начали паковать тюки. Одно из основных убеждений, которых я всегда придерживался, заключается в том, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы альянсов и партнёрств. Пока США остаётся важнейшей нацией в свободном мире, мы не можем защитить свои интересы или эффективно исполнять эту роль, не поддерживая сильных альянсов и не проявляя уважения к союзникам. Правда, мнением союзников в том, что касается Сирии, в США никогда особо и не интересовались. Сначала запустили арабскую весну, потом сколотили коалицию для борьбы с порождённым этой весной ИГИЛ. И потому, окажись Джеймс Мэттис в этот день, к примеру, в совбезе ООН, его точно не стали бы провожать так, как провожали покидающего свой пост спецпосланника генсека Стафана Демистуру. Прекращение огня – проект конституционной реформы и список конституционного комитета. Всё это Демистура перечисляет в качестве результатов, достигнутых в ходе внутрисирийских переговоров, которых, конечно, никогда бы не было без России. Россия выполнила взятые на себя обязательства. А сделать это было не просто согласовать со всеми сирийскими сторонами, а пройти сквозь все противоречия, выйти на согласованный лист – это колоссальные усилия. Колоссальные усилия, я думаю, что это невозможно не признать. Присутствие американцев вдохновляло в Сирии террористические группировки. Как тут не вспомнить постановочные химатаки? Ключевая роль в этих спектаклях всегда отводилась белым каскам. Накануне в штаб-квартире ООН представили массу свидетельств того, кто они на самом деле такие. По сути, те же радикалы, сидевшие на зарплате у полевых командиров. Я был связным между Джейш Алислам и белыми касками. Если у Джейш Алислам были планы провести наступление на сирийскую армию, мы передавали белым каскам указанием высадиться в определенной локации. Сотрудники фонда изучения проблем демократии собрали в Сирии поистине шокирующие свидетельства. Белокасочники не гнушались даже извлечением органов у тех, кого как будто бы спасли. Представители якобы гуманитарной организации помогали исламистам обустраивать оборонительные укрепления, служили у них в обозах, доставляя припасы. Вместе с бандитами занимались мародерством, кражами и грабежами. Процентов 30 из белых касок были сами террористы, непосредственно участвовали в боевых действиях. Они вели работы в интересах вот этих вот террористических групп. И, безусловно, был огромный поток, это тоже сегодня мы рассказывали, вот этой вот фейк-ньюс, вот этой вот, собственно говоря, постановочных съемок. Что интересно, если работа по постановочным съемкам и дезинформации, это было общее указание, которое отдельно финансировалось, платилось. И кто делал это плохо, тех лишали, собственно говоря, финансирования. Это было общее для всех центров. Во всем остальном, центры белых касок, они фактически работали на ту террористическую группу, или вооруженный формат, который контролировал этот район. На презентацию доклада заглянули и западные журналисты. Еще недавно такое было трудно представить. Объяснение есть. Перекрасившиеся белые каски сейчас всплывают под носом у тех, кто защищал их издалека. Те, кто выводил белые каски на чистую воду, сейчас делают тревожный прогноз. Сотни участников этих отрядов, а радикалы там в большинстве, вернулись из Сирии на запад. То, что они примутся за старое, то есть за привычный террор, это уже вопрос времени. Валентин Богданов и Иван Уткин. Весть из Нью-Йорка.